Теперь подробнее поговорим о том, как развивались события непосредственно на поле боя. И начнем с северского и слобожанского направлений. Там противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на стратегически важные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. Далее мы переносимся на Купенское направление. Здесь враг совершил одну безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Лиманское направление. Там нашими воинами отражены 13 атак противников в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Тщетно. Далее многострадальное Бахмутское направление фронта. Тут нашими воинами отражены 7 атак врага в районе населенного пункта Ивановская, Богдановка, Клещеевка. Это все Донецкая область. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельская и Первомайская Донецкой области. На Новопавловском направлении Сила обороны продолжает сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайная, где противник при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск. Далее Ореховское направление. Тут враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского, Донецкой области, а также Работиного и Северо-Западнее Вербового. Это все Запорожская область. Переносимся на Херсонское направление, где враг все еще пытается выбить наше подразделение с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки он совершил три безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки и Херсонской области.